Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Земля – это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса. И города полные чудес. Но все-таки Земля – это планета людей. Их почти 8 миллиардов и они такие разные. Они – главное сокровище нашей планеты. Давай к нам еще чужой. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослые решают, кому достанется премиальная карта Мастеркард. А что тут решать? За нас все решит монетка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдет? Готова? Орел. Решка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со своей дружбой вот этой. Иди, кондиционер. В метро тоже кондиционеры есть, только я не знаю, где метро. Тут есть метро вообще или тут все на машинах ездят? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И создают острова. Превращают жару в холод, а пустыню в райский сад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прилетели в гости к дубайцам, чтобы понять, какие они мастера чудес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот с такой улыбкой идет человек в своей мечте! И он поедет! По богатой дубайской жизни меня будет катать белый Мерседес Гелендваген! Беленький! Красенький! С любых ракурсов он смотрится просто! Боже мой, нет, я не могу поверить! Шикарно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут красный салон! Тут так просторно! Тут можно жить, спать, тут можно дышать, потому что тут дискондиционер! Я не буду липнуть, ура! Ну что, можно ехать? Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поменяв 100 долларов в аэропорту, на руки получаешь 367 дирхамов. Курс везде одинаковый и не менялся уже 20 лет. Представляете? Да, такси мне здесь, конечно, не по карману, но я смотрел выпуски «Орла и решки» и знаю, что самым классным и бюджетным вариантом добраться в город Дубаи будет метро. О, а вот и метро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Дубае у богачей принято мериться друг с другом тачками. Тут что не машина, то спорткар, суперкар или гиперкар. Но я выбрала белый мерседес-кубик, потому что именно на таком ездит сам правитель Дубая. Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, состояние которого оценивают в 4 миллиарда долларов. Если вы думаете, что среди богачей все равны – нет, есть одна хитрость. Чем меньше цифра на номерах, тем они дороже! В Дубае такая система – обычные номера с 5 цифрами выдают бесплатно. Четырехзначные, как у меня, стоят уже минимум 5 тысяч долларов. Хотите еще на одну цифру меньше – добавляйте нолики к цене. И так вплоть до десятков миллионов долларов. Номер дороже, чем целый гараж суперкаров. Представляете? Метро – идеальное место для первого знакомства с дубайцами. В Дубае сложилось уникальное общество. Такого больше нет нигде в мире. Абсолютное большинство людей вокруг – это понаехавшие из других стран трудовые мигранты. Вот Мугаба из Руанды – автомеханик. Хванг из Таиланда – он массажист. Хасан из Ирана – строит небоскребы. А вот филиппинка Тала – она работает тут косметологом. Если представить всех жителей Дубая в виде башни Бурж-Халифа… Нижние с той этажей занимают обычные работяги – уборщики, таксисты, садовники, сантехники. Чуть повыше – повара, продавцы, няни, модели. Еще выше – иностранные бизнесмены и дорогие специалисты, инженеры, банкиры. И на самом верху башни – только 10% коренных дубайцев, которые дают работу всем, кто этажами ниже. Коренные дубайцы – это золотые 10%. Только у них есть паспорт Эмиратов, который открывает доступ в райскую жизнь. Они тоже могут работать, но только на престижных работах или на государство. Бюджетникам Дубая быть круто! Зарплата среднего госслужащего – 6,5 тысяч долларов. И еще куча плюшек от правительства. Я со своей безлимитной картой поживу 2 дня жизнью этих золотых 10% и посмотрю, на что они тратят свои миллионы. Если у тебя всего 100 баксов, то с настоящими дубайцами ты вряд ли сможешь познакомиться. Разве что увидеть их через окно автомобиля. Мне остается пожить в Дубае, как живут обычные приезжие работяги. Этому я решил посвятить первый день. А завтра поищу развлечения, на которые мне хватит денег. А где все люди? Вот действительно никого нету. А где все? Собственно, как и я – в машинах или в моллах. Потому что в городе очень жарко. Я не представляю, как здесь живут люди. Я вот немножечко прогулялся и мне уже все, тут очень жарко, очень жарко. Они еще в штанах ходят и умудряются в это время. Хочется просто куда-то под кондиционер и все, и лечь. Искать обычных работяг лучше всего в районе Дейра. Это самая старая часть Дубая из одинаковых двух-трехэтажных домов. Небоскребы здесь строить нельзя, потому что рядом аэропорт. Казалось бы, Дубай. Дубай – один из самых процветающих городов мира. Но даже здесь есть вот такие места, по которым даже не скажешь, что это Дубай. Очень грязно. А богатых дубайцев лучше всего искать в новой части города. Поэтому я еду в район Даунтаун Дубай. Где самая дорогая недвижимость, самое высокое здание в мире и самые роскошные торговые центры. А вот эти самые работяги, которые несмотря на лютые 40 градусов жары без устали пашут на коренных дубайцев. Играет музыка. Строители из Пакистана строят очередное дубайское чудо. Портные филиппинцы шьют белые кондуры, чтобы дубайцам было в чем ходить. Ракеш из Индии разделывает рыбу, чтобы ее подали сегодня в ресторане богачам. А коренные дубайцы проводят это время в прохладных залах торговых центров. Шопятся или просто гуляют. И у меня встреча с одной из них. Я могу снять маску? Да. Меня зовут Нишель. А тебя? Шейха. Ты родилась в Дубае? Да. Я родилась в строгой семье, где соблюдаются старые традиции. Но сразу после школы я начала заниматься скайдайвингом. Ага. Мы стали первой женской командой среди арабских стран. Что вы любите покупать больше всего? Здесь в Дубае мы любим духи, сумки, очки, декоративную косметику. У тебя очень красивая сумочка. Ты всегда носишь национальную одежду? Да, я всегда в Абайе и Шейле. Мы привыкли. И это удобно, можно не заморачиваться, что на тебе надето. Иногда я просто надеваю Абайю сверху на пижаму и выхожу. Кстати, моя любимая обувь – шлепанцы. Они стоят 10 дирхамов. Очень удобные и мягкие. Девушки тут помешаны на шопинге. И если я иду за сумочками, одеждой или косметикой, я потрачу все. И я счастлива. Ой, я такая же. Тут просто невыносимо жарко. О, может тут кондиционер хотя бы есть. Я остаюсь здесь жить. Можно я тут побуду? Очень жарко. Откуда ты? Из Бангладеша. Я приехал в 2006-м. 15 лет назад. Работал в магазине у брата, а потом открыл свой. Сейчас у меня овощной магазин и еще вот этот новый. Сколько стоит открыть магазин? Больше 300 тысяч дирхамов. За 100 тысяч баксов открыл местный лареочек. Игбал так и не рассказал, где он взял 100 тысяч долларов на магазин. Ты снимаешь квартиру или купил? Я купил свою. О, так ты успешный бизнесмен. Ну, можно и так сказать. Мы ездим по миру и стараемся понять, как живут разные люди. Иногда нас приглашают в гости. А ты бы мог показать мне, как ты живешь? Да, пойдем. Покажу тебе свое жилье. Самое интересное – это узнавать, как живут земляне. Не просто по отелям сидеть и кайфовать. Да, Мишель? В этот уикенд я буду жить не как турист, а как коренные дубайцы. Идеальное жилье для богатого дубайца – отдельный дом с выходом к морю. Всем желающим моря не хватает. Поэтому в Дубае придумали насыпать море острова. Вроде знаменитой пальмы Джумейра. На ее 16 ветках, как гроздья пеников, выросли 4 тысячи вилл. А вот и моя вилла за 2,5 миллиона долларов! Ее построил один богатый дубаец, чтобы сдавать богатым туристам. Добрый день, Мишель. Я Али. Добро пожаловать в ваш дом. Это очень красивая вилла. Это вилла? Это авторская вилла. Она хороша снаружи, но то, что внутри, вас по-настоящему удивит. Я надеюсь. Спасибо. Вау, гостиная, огромная столовая. Первый этаж арабского дома – общий. Он не для хозяев и для гостей. А вот второй, хозяйский, он уже разделяется на мужскую и женскую половины. Встречаются муж и жена только за столом или в гостиной. В этом роскошном доме шесть спальни. И, конечно же, я пойду в самую красивую, самую большую. Ой, не туда. Ты живешь здесь? Да. Да. Это вилла. Это вилла? Ты тут живешь? Тут живут мои работники. И я иногда ночую. Заходи. Заходи. Офигеть. Вилла. Так что люди живут здесь и даже под кроватью? Да, в этой вилле живет больше 30 людей. 9 человек живут в одной. Не 9, 11 человек. 12, если меня не подводит моя математика. Еще одна кровать. Обалдеть. Так эта комната как целый дом. Это может быть позже. Я мечтала всегда, чтобы меня так встречали. Сердечком. Боже мой. То, о чем каждая девочка мечтает. Гардероб. Личный гардероб. У работяг гардероб вообще везде. Под кроватью. На кровати. На веревке. Все вещи здесь прямо находятся. Посуда. Они здесь хранят овощи. Всю еду здесь тоже хранят. Прямо в комнате. Здесь грязно, у тебя нет своего личного пространства. Посмотрите на этот купол. Ну тут же прекрасно. Регулятор. Нет, это вентилятор. Мою виллу обслуживает целый штат прислуги. Привет, я Али. Я операционный менеджер Релакс Холидей Хоумс. Я отвечаю за все, что связано с арендой везде. И общаюсь с ключевыми клиентами. Вы что, тут готовите? О, привет! Ты повар? Это твоя работа? Это мой личный повар. А ты откуда? Тоже из Бангладеша. На моей вилле тоже есть прислуга. Повар Саид готовит на всю бригаду работяг. Готовят мут и рис. Самая простая максимальная еда. А сколько часов работают твои работники? 12 часов рабочий день. А у них есть выходной? Да, пятница. А что вы делаете в пятницу? Кто-то спит. Кто-то едет гулять в Дубай-мол. Или к Бурж-Халифе. В месяц мои рабочие зарабатывают около 3000 дирхамов. 300-400 уходят на проживание. А 2500 отсылают своим семьям. Так все тут живут. На свою зарплату в 800 долларов рабочие могли бы снимать жилье и получше. Но они тотально экономят, чтобы побольше отправить своим семьям. Но и чего греха таить. В своих странах они жили и похуже. А ты сам на сколько живешь? Я где-то 5000 дирхамов отправляю своей семье каждый месяц. Доход Игбала, как он потом признался, 3-4 тысячи долларов в месяц. Какая у тебя мечта? Я бы вернулся в свою страну. Построил там дом своей мечты. Смотришь на море и так хочется морепродуктов. Смотришь на море и так хочется морепродуктов. Если вы когда-нибудь соберетесь приехать на отдых в Дубае и не хотите платить огромные деньги за дорогой отель, то очень верным решением будет приехать в такой маленький район, где живут работяги, иммигранты и так далее. В таких местах отели обычно гораздо дешевле. Я зашел в первый попавшийся отель. По-моему меня пытаются тут немножечко подразвести. Я бы конечно мог повыпендриваться, но в сравнении с тем, как здесь в принципе живут все остальные люди по 12 человек в одной комнате, это же целые хоромы получается по нынешним меркам по этим. Ну-ка, 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 самое главное, самое главное, самое главное. Вот чего мне не хватало весь день. И здесь есть кондиционер, шкафчики и самые дорогие качественные вешалки в Дубае. Самое интересное, что здесь очень много места и эта комната рассчитана не на одного человека, а на троих получается. И здесь еще, наверное, 10 на полу. Ванная. Это называется дизайнерское решение по дешево-дубайски. Одним словом. Вода. Ну вода есть, это главное. Самый топовый вид в Дубае на другой такой же топовый вид в Дубае. Просто окно и стена. И мужик какой-то сидит. Здравствуйте. Ясно. Вечером в компании коренного дубайца я поехала посмотреть, как богатые местные отдыхают на природе. Вот такая у них природа – барханы, песок. А вы думали шашлычок в лесу? Нет. Но обещали будет весело. Поехали. 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 Мыaman! Профессормируем на природе. Поехали. Поехали! Вшли вниз. Поехали. Поехали. У μέс! Ууу! Ууууа! Мне больно, очень successfully! Они сумасшедшие просто. Кататься в пустыне, еще идешь напрямую к дереву и потом… Боже, это очень страшно, но очень прикольно. Мне такие штучки начинают нравиться. Спасибо тебе большое. Ой, ты без обуви? Да, я всегда так езжу в пустыне. А ты почему в обуви? То есть ты водил без обуви? Снимай свою тоже. Окей, я попозже. Расскажи, почему ты этим занимаешься? Езда по пустыне – одно из моих главных хобби уже 10 лет. Вы занимаетесь этим, потому что в городе нельзя гонять? Да, в городе мы не гоняем, везде радары. В Дубае – одни из самых высоких дорожных штрафов в мире, но помимо этого водитель получает еще штрафные баллы. Например, если два раза проедешь на красный – отберут права на год. Поэтому даже миллионеры тут ездят аккуратно. А для пустыни у вас специальное авто? Да, свою машину я модифицировал. Подвеску, движок, шины. Ты заметила, что когда машина подпрыгивала, она не тряслась? Это хорошо для пустыни, но в городе на такой будет очень жестко. Поэтому у меня есть машины для пустыни и машины для города. Эта тачка обошлась мне в 180 тысяч дирхамов, а прокачка еще примерно в 100 тысяч. Раньше мне на день рождения дарили духи и часы. Но это все просто валялось дома, и я сказал – лучше подарите мне хороший двигатель или еще какую-нибудь штуку для машины. Можно сказать, что ездить по пустыне – это национальное увлечение для вас? Это не увлечение, это любовь к пустыне. Наши предки жили в пустыне, и мы тоже любим ее. Мы едим в пустыне, отдыхаем в пустыне. Это не только про быструю езду. Солнце все близится к закату и сейчас прям вот комфортно, классно ходить по улице. Даже все местные выходили погулять. Добрый вечер! Добрый вечер! Что происходит? Почему на меня? Почему я? Попадаю всегда вот в такие ситуации. Все хорошо, нет проблем. Как тебя зовут? Меня зовут Кирилл. Меня зовут Робин. А ты что тут делал? Я интересуюсь, как люди живут. Сейчас Рамадан, и я приглашаю тебя на праздничный ифтар. О, здорово! Так звучит азан – призыв к молитве, которую обычно поют в мечети. Дело в том, что мусульманин во время Рамадана не может поесть, пока не услышит этот призыв во время заката. Только специальный человек может делать это? Нет, любой, даже ребенок, если он знает слова. Робин объяснил, что ифтар – это первая и по сути единственная еда за день у мусульман во время Рамадана. Она считается священной, а пригласить на ифтар гостя – добрая примета. Ого тут обуви. Ого тут обуви. Понимаю, здесь живет целый отряд. Мне надо снять обувь? Всем привет! Это мои друзья. Мы живем вместе в этой комнате. Работаем в разных сферах. Кто-то в такси, кто-то в сервисных компаниях. Нас тут живет 10 человек. Каждый год во время Рамадана мы целый день постимся. А вечером собираемся вместе и едим. Совершаем ифтар. Я с радостью присоединюсь. Это правда неожиданно. Неплохое застолье по-бедному. Салаты, чечевица, финики, какой-то йогурт в ведре, фрукты, сладости джелапи. А это наше особое блюдо. Как вы его называете? Это бирьяни с бараниной. Бирьяни – это такой острый плов. Его традиционно подают на ифтар. Я могу тут сесть? С легким паром. Ты откуда? Из Бангладеш. Из Бангладеша. А вы ребята? Из Бангладеша. Из Бангладеша. Видели, как он аппетитно ручками? Только что жамкал еду. Сверху мы все это посыпаем воздушным рисом. Да. Я понимаю, что тарелок тоже не будет. На ифтаре коренных дубайцев еда расложена по тарелкам. И золотые 10% могут себе позволить гораздо больше мяса в плове. Это ягненок. Ты будешь? Да. Вы едите голову? Мы едим мозг. Смотри, вот так открываем и едим. Вау! Прям челюстно. Вы едите руками? Да. С одной тарелки? Хорошо. Вроде что их едят руками. Прикольно. Я тебе покажу. Берешь вот так. Немного вот этого и рис. И кладешь себе в рот. Чувствуется вкус всего сразу, но он четко различается. Салат, палапель, какие-то панировочные сухари и горох. Но вкус прикольный. То есть оно не просто как будто все что угодно намешали, что было в холодильнике и едят. Оно действительно вкусно и острое. Вы всегда едите руками? Конечно. Мы едим и приборами. Зависит от места и блюда. В ресторане едим приборами, а рис традиционно едим руками. Так вкуснее? Ты знаешь, да. Как будто лучше чувствуешь вкус еды. Однажды я повредил руку и пришлось неделю есть ложкой. И я прям страдал, мне было невкусно. А какой рукой правильно есть? Правой. Только правой. Ест правой рукой дубайцам приписывает ислам. В предании сказано, пророк Мухаммед использовал правую руку при совершении омовения, во время еды и питья. А левую использовал при очищении после туалета и в других делах, причиняющих неудобства. А это надо есть двумя пальцами. Смотри. Это как каша какая-то? Ммм. Это называется аль-харис. Ммм. Оно очень вкусненькое, мягенькое, растворяется во рту. Аль-харис – эмиратское блюдо, которое подают в рамадан или на свадьбу. А чтобы оно таяло во рту, мясо и пшеницу сильно разваривают, а затем перетирают ложкой в нежное пюре. У вас есть семьи дома? Только в телефоне их и видим. Я сразу это увидел, как только зашел. Все в телефонах. Они все говорили с вашей семьей, да? Да, да, да. У меня два детей. У меня два детей? Да. Оооо. Это невероятно. Ооо. 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 Вы хотели бы помочь своим семьям перебраться в Дубай навсегда? Не все этого хотят. Здесь очень дорогое образование, например, если ты не местный. Редкие случаи, когда кто-то остается. Те, кто зарабатывают хотя бы шесть или семь тысяч дирхамов. Как ваши жены относятся к тому, что вы далеко? Жена меня поддерживает. Если бы не ее поддержка, я бы сюда не приехал. Теперь понятно, почему население Дубая на 80% это мужчины. Жены большинства рабочих ждут их дома и растят детей, пока их мужья трудятся 10 месяцев в году в чудо-городе. Ребята, большое спасибо. Был классный вечер. Спасибо, что уронил полотенце мне на голову. Вы просто потрясающие ребята. После ужина в пустыне коренные дубайцы пересаживаются в шатер и развлекают себя разговорами. Правда ли, когда Дубай срождается, люди получают от государства кучу денег? Государство покрывает наши затраты на школы, медицину, высшее образование, даже зарубежное. Не надо думать, что все местные одинаково богаты. Мы разные. Кому-то государство помогает с ипотекой, кому-то дают бесплатный дом. Если у кого-то низкий доход, их поддерживают больше. Но даже если у тебя все есть, ты все равно имеешь право получить землю и помощь в постройке дома. Руководство страны стимулирует нас развиваться. И это работает, потому что мы уже полетели на Марс. На Марс? Мы стали первой арабской страной, которая достигла Марса. И над этим проектом работали местные. Я решила поинтересоваться, кем работает Халид? Я работаю на одного из шейхов королевской семьи Эмирата Аджман. Он мне как отец, вырастил меня. Если не секрет, сколько ты зарабатываешь в месяц? Средняя зарплата местного – от 25 тысяч дирхамов и больше. Зависит от должности. Но у меня есть работа и свой бизнес. Компания по организации мероприятий, помимо моей работы на шейха. В основном я организовываю мероприятия для правительства. Спасибо, что привез меня в такое место. Спасибо. После заката в районе Дейра начинается жизнь, которую не увидишь днем. Кто-то молится. Кто-то играет в карты. А вот ребята собрались на партию в волейбол. Я засыпаю в Дубаю, больше шехом не гоняю. Врум-врум. Восточную ночь я ныряю. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько можно? Вы в четыре пели, сейчас поете. Вы спите вообще? А спал, отдохнул. Идеальное место, где в богачу можно встретить дубайское утро, находится в самом высоком здании на земле. Панорамный бассейн на высоте 280 метров! На 76 этаже башни Буш-Калифа есть панорамный бассейн. Вообще он доступен только жителям небоскреба, но для меня сделали исключение. На такой высоте все идеально. Ветерочек, теплая водичка в бассейне. Но! Есть одно но. Из-за этого но многие дубайцы не хотят купить квартиры в Буш-Калифе. Почему? Потому что не видно Буш-Калифа! Еще одно развлечение в дубайском стиле – зип-лайн, на котором можно пролететь над небоскребами и искусственной лагуной Дубай-Марина. «Хороший полет! Не забываем улыбаться!» «Спасибо!» «Уже?» «Ой, нет! Давайте через время подготовиться!» «Ну, ладно!» «О, Боже мой!» «Я вроде не боюсь, но боюсь!» «Дляна зип-лайна – один километр и ты пролетаешь его на скорости 80 км в час!» «Я вижу! Я летаю над городом!» Длина зип-лайна – один километр и ты пролетаешь его на скорости 80 км в час! Я думала, это будет намного страшнее, но нет, у меня было время рассмотреть весь город и сквозь всех этих прекрасных небоскребов. Это было потрясающе! Очень красиво! Дубай – город чудес. Кажется, местные нашли лампу Аладдина. И всесильный джин без устали выполняет их приказы. В этот город можно приезжать раз в полгода и каждый раз ловить свою челюсть от новых чудес. Сегодня я решил посмотреть на очередное чудо, созданное неугомонными дубайцами. Я приехал в Дубай Миракл Гарден или Сад Чудес. И угадайте, что? Вот это именно масштабы! Это самый большой цветочный парк в мире! Пятьдесят миллионов цветов! Посреди пустыни Рубль-Хали. Тут все сделано с дубайской гигантоманией. Принцессы из цветов. Пингвины из цветов. Цветочные тоннели. Цветочный слон. Мини-маус размером макси. Это самолет? В пустыню притащили самолет? И вырастили на нем цветы? Хотя че удивляюсь, это Дубай, здесь в принципе нет ничего невозможного. У него даже двигатели работают. Двухэтажный аэробус А-380. Самый большой пассажирский лайнер в мире. А чтобы превратить его в самую пафосную в мире клумбу, дубайцы использовали 90 тонн цветов. А зачем он нам нужен в аэропорту? А мы ж у нас их, знаете, как этих самых. Не клюют куры самолеты наши. Что вы здесь видите? Парк цветов? А я здесь вижу парк амбиций дубайцев. Только вдумайтесь, создать цветущий сад посреди самой большой песчаной пустыни мира, где температура на солнце бывает за 60 градусов, где нет рек и почти не бывает дождей. Дубайцы берут воду для полива источных вод города и очищают ее – 750 тысяч литров или 60 цистерн воды каждый день. Но даже дубайцы не всесильны. И летом 50-ти градусная жара выжигает эту красоту. И каждую осень все 50 миллионов цветов высаживают заново. Да, для дубайцев нет ничего невозможного. Вы представляете, возвести целый оазис посреди пустыни. Вот такие они земляне в Дубае. Интернет завален фото и видео дубайцев в компании диких кошек. Оказалось, что это не фейк. В Дубае хищные кошки в море. Их держат как домашних животных. И я еду в гости к настоящему владельцу домашнего льва. Привет, Азиз. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. В Дубае хищные кошки. О, Майгард. Боже. Боже. Агромикодорома. Что? Поехали. 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 Хорошенький. Как делать так, чтобы я не волновалась, я об этом не чувствовала. Как его зовут? Лео. Ты его купил? Нет, это был подарок королевской семьи Дубая. Почему именно Лев? Это часть вашей культуры? Бедуины издавна держали львов, а они считали их членами семьи. Не пугайся, он играет. Хороший мальчик. Он много есть? Десять килограмм в день. Куриные грудки, красное мясо, куриную печень. Сколько стоит в месяц содержать льва? Одиннадцать, двенадцать тысяч долларов, чтобы содержать кота, который съел всю мою обувь. Я вижу, ты его любишь. Любой может завести себе льва? Нет, нужно государственное разрешение. Обеспечить специальные условия, клетку и ветеринара. Просто так нельзя завести. Такое экзотическое животное. С дикими кошками в Дубае на самом деле все строго. За поход с дикой кошкой, скажем, в магазин, в Дубае могут впаять штраф больше ста тысяч долларов и отправить кошатника на шесть месяцев в тюрьму. Лео ездит только в гости к друзьям Азиза, у которых тоже львы. А у тебя были с ним какие-то случаи опасные? Всегда, когда держишь льва, будут шрамы. Он же играет. Боже мой, я трогаю льва. Как хорошо. У него такая шерсть… Как ковер. Для нас это очень странная традиция. Защитники животных вообще были бы в шоке. Но для дубайцев держать львов – час культуры предков. Это здесь законно. Пришел посмотреть единственное шоу в Дубае, которое мне по карману. А стоит оно ровно бесплатно. Простенько, быстренько. И красиво. Для бесплатного шоу – это просто вот такая реакция. Однажды в дубайце нашли нефть и стали богатыми. А вы можете найти клад от Орлеа и Решки со 100 долларами. Бутылку со 100 долларами в Дубае ищите на пальме Джумейра. Она ждет вас на волнорезе в камнях сразу за отелем W Dubai in the Palm. Дубайцы удивили нас больше, чем сам Дубай. При том, что больше поразили даже небогатые дубайцы с их суперкарами и ручными львами. А те, кто обслуживает эту восточную роскошь… Оказалось, что это не какие-нибудь всемогущие джинны, а миллионы маленьких людей, обычных землян… Для которых Дубай стал местом, где можно зарабатывать, но не тратить. Местом, где можно жить… С легким паром. …но не домом. О май! Шикарно! Вы видели, как он аппетитно ручками только что жамкал еду? Добрый вечер! Вот такие они земляне в Дубае. Я не знаю, как Ирилл справляется в этом роскошном городе, но у меня тут есть помощница – моя премиальная карта. И проведет, и заплатит, и все организует. Мне же только нужно позвонить в консервис «Мастеркард». Они железо бронируют и подскажут, как лучше отдохнуть в этом городе. И, конечно, предоставят VIP-доступ куда только возможно. Ну привет! Беззаботная жизнь! Красивый этот город! Очень! Привет! Привет! Ну что, Мишель, рассказывай, как тебе дубайцы? Ну, непонятно. Они открыты ко всему миру, но они для меня остались закрытыми внутри. Неоднозначно. А ты расскажи, как ты умудрился в этом городе со 100 долларами провести 2 дня? Как-как? Кормили меня. Люди хорошие мне попались. Другие совершенно дубайцы. Открытые, добрые, гостеприимные. Просто класс. Классно. Я очень рада за тебя. И я уже в предвкушении, чтобы встретить новых землян. Мы едем в гости к ливанцам. Увидимся. Пока. Пойдем покатаемся на лодочку. Пока нам не отключили еще безлимитную карточку. Орел и решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Взойти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 9 по 17 октября. Два дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше? Прось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. Пять тысяч восемьсот девяносто пять метров. Все это время команда Орла и решки снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я сейчас все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.